Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алиса Ткаченко. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Состоялась конференция трудового коллектива Института управления экономикой и финансов. Проекты Казанского университета выиграли гранты правительства Российской Федерации. Более 50 студентов-медиков сдали экзамен на то, чтобы стать квалифицированными братьями и медсестрами. 3 декабря в Казанском университете состоялся ученый совет вуза. Основными вопросами на повестке дня стали Выбор заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников и представление претендентов на получение ученых званий. Также до начала заседания ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вручил аттестаты о присвоении ученого звания профессора работникам вуза. Хотел бы вам пожелать удачи, здоровья, чтобы мы еще долго-долго вместе работали в стенах нашей альмаматуры. Самое главное нынешней ситуации, по-моему, только все здоровье желают. Самый большой подарок для всех это меняет. Что обсуждали на конференции трудового коллектива в Казанском университете? Об этом расскажет наш корреспондент. В Институте управления экономикой и финансов Казанского университета состоялась конференция трудового коллектива. В рамках конференции с отчетом о деятельности и перспективах развития института выступила Наиля Багаудинова, директора Института управления экономикой и финансов. Она отметила, что институт представлен в трех предметных рейтингах. Это бизнес и менеджмент, экономика и экономика, бизнес и экономика. И мы не присутствуем в аккаутинге и финансе. Но очень амбициозная кафедра двух учетов и вообще финансовый блок считает, что все-таки мы должны в 2022-2023 году проявиться в этом предметном рейтинге. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров также отметил, что отчеты дорожной карты должны проверяться не только специалистами вуза. Я должен стать честным правилом, чтобы сторонние эксперты тоже дали оценку, насколько все, что мы собираемся делать, будет востребовано и завтра, послезавтра, поскольку подготовка специалистов все-таки это не одного дня проект. С одной стороны, насколько быстро мы адаптируемся к нашим изменениям в жизни, и как быстро мы готовим специалистов для решения тех или иных как внутренних страновых вызовов, так и глобальных вызовов. В ходе мероприятия был избран новый состав ученого совета Института управления экономики и финансов Казанского университета в количестве 41 человека. А также состоялась торжественная церемония награждения особо отличившихся сотрудников института. Ильшат Гафуров вручил им ведомственные награды Министерства образования и науки Республики Татарстан. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. Казанский университет выиграл два мегагранта на общую сумму 180 миллионов рублей для реализации сразу двух проектов по биологии и медицине. Проект по биологии направлен на изучение скелетных и сердечных мышц. Ну, сердечные мышцы здесь понятно. Это всем известный инфаркт и все, что хотите, это заболевание сердца. А со скелетной мышцей все почему-то думают, что скелетная мышца – это только качки и спортсмены. Вы понимаете, дело в том, что первым признаком старения организма – это как раз увядание мышц. То есть, поэтому здесь, если мы правильно разберемся, как работают мышцы, не только сердечные, но и скелетные, то мы можем достигнуть не только в биологии фундаментальных знаний, но и для медицины. Проект по медицине поможет понять природу онкологии. И заключается он в изучении рецепторов МТОР. Это сигнальные такие каскады, которые запускают очень много реакций в клетках. Но этот каскад еще запускает реакцию и на митохондриях. И здесь идея заключается в том, чтобы посмотреть вот этот каскад МТОР, влияние на митохондрии, а как влияет на митохондрии, от этого зависит воспаление, канцерогенез, то есть образование опухолей, ну и многие другие процессы. На реализацию каждого из проектов выделено по 90 миллионов рублей. В чем суть этих мегагрантов? Она заключается в том, что это иностранные ученые, такие видные, знаменитые, какое-то направление развивающее, приезжают в Россию и создают здесь лабораторию, и развивают новое направление. Так руководить реализацией проекта по биологии будет японский исследователь Йошихида Хаяшизаки. Он не новичок для Казанского университета, он много раз был и в Казани. И вы знаете, что у нас есть юнит в реке, где работает и Шихида Хришизаки КФУ, реке, причем там не только в области биологии и медицины, мы работаем в области физики, химии. Второй проект реализуется под руководством швейцарского ученого Симена Хансуве. На реализацию обоих проектов выделено три года – с 2021 по 2023. Диана Желенкова, Ленард Валерьяров, Универньюс. 57 студентов и ординаторов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета сдали специальный экзамен под опыску для работы на должности младшего и среднего медицинского персонала. Подробнее об этом наш корреспондент. Готовиться к экзамену Хусейн Амар вместе с другими студентами начал еще в прошлом месяце. Сам экзамен проходил в два этапа – тестирование, и вот сейчас практическая наука. В будущем парень собирается стать хирургом. Успешная сдача экзамена и работа медбратом – прекрасная возможность набраться недостающего опыта. Да, я теперь буду медбратом. Я это видел не только… Это мы хотели, несмотря на… Ну, потому что ситуацию в этом году, вы сами знаете, ситуация в связи с пандемией. И мы все стремимся, что если нужна помощь в больнице или где-нибудь еще, что мы будем участвовать и умеем помогать врачам здравоохранения. Еще одна студентка четвертого курса, Саида, тоже успешно сдала экзамен. Сейчас девушка планирует работать медсестрой в больнице, чтобы также набраться опыта для своей будущей профессии. Теперь мы все имеем официальное право идти работать, помогать. Сейчас у нас активная нехватка медицинского персонала, как младшего, так и среднего. И сейчас все очень ждут нашей помощи. Сдача экзамена – это только первый шаг в дальнейшем, долгом пути медицинского работника. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс. Как разработка британских ученых облегчит жизнь людям, говорящим на языке жестов? Узнаем в следующем сюжете. Разработчики из университета Сория создали нейросетевой алгоритм, который превращает текст в видео с человеком, произносящим тот же текст на языке жестов. Интересно, что появляются такие данные, которые моделируют поведение человека, то есть жестовый язык. Вот, по сути дела, сейчас это возможно благодаря повышению вычислитных мощностей и появлению алгоритмов, которые, скажем так, вот генерируем информацию, они делают более такой гладкой для восприятия. То есть популярность связана именно с тем, что все больше и больше нейросети обучаются, появляются новые подходы к их обучению, чтобы генерируемые данные делать более такими. Для человека. То есть так, чтобы человек мог это воспринимать, как будто бы это естественная информация. Изначально алгоритм принимает речь в виде текста. Далее через кодировщик текст превращается в скелетную модель тела, которая иллюстрирует слова говорящего в жесты. После этого последовательный способ переносится в нейросеть, которая переносит их на реалистичное видео. Я могу записать там миллион фраз, но все равно будет миллион первый, который будет комбинацией. Как бы я должен как-то, у меня будет какая-то прерывистость. А здесь имеет место именно генерация на основе исходных видеоданных, сглаженного видео, как будто бы изначально оно тоже было именно миллион первым разом записано. То есть вот скорее в этом преимущество. Эта разработка облегчит восприятие информации для людей, общающихся на языке жестов. Особенно это актуально во время проведения мероприятий на онлайн-площадках. Надо обеспечить для всех, собственно говоря, пользователей этого контента удобно восприятие информации. То есть никто и просто часть контента выпадает для людей с ограничениями. И такой проект может, собственно, им вернуть доступ к этому контенту за счет того, что просто язык, на котором им понятно происходящее, он будет воссоздаваться компьютерными методами, а не специально нанятым человеком. Исследователи пытались автоматизировать данную разработку уже не первый год. Сначала были использованы анимированные 3D-аватары. Затем был опробован нейросетевой синтез. Но все это давало низкие результаты. Разработчики решили провести тест на 46 добровольцах и попросили их оценить реалистичность видео, созданного разными алгоритмами. В абсолютном большинстве люди выбирали новый алгоритм. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова